Выборы в областную думу, которые состоятся 13 сентября 2015 года, заставляют политические силы проявлять все большую активность. Партия Гражданская Платформа, ориентированная на экономически активное население и бизнес, заявила о намерении выставить своих кандидатов в депутаты. Об этом на прошедшей сегодня в Белгороде пресс-конференции заявили представители этого политического объединения. Данная встреча первая в регионах после радикального обновления партии. Напомним, в середине апреля Гражданская Платформа сменила лидера, ее покинул небезызвестный олигарх Михаил Прохоров. В то же время был расширен состав партии. Место медийных лец заняли профессиональные юристы и общественные деятели. Что же касается политической программы, то сейчас она детально прорабатывается. После произошедшей перезагрузки Гражданская Платформа четко определила своего избирателя. Это социально активный, работающий и стремящийся к достойному уровню жизни человек. Такие кормильцы своих семей, тех, кто сами зарабатывает, а не зависит от государства. Малый, средний бизнес, людей творческих профессий, самодеятельное население. Они никак сегодня не представлены в Государственной Думе. По сути, вся Государственная Дума, она такая левая. Все партии требуют социальных гарантий. А мы требуем правовых гарантий для нашего избирателя. Пока политические интересы людей, зарабатывающих, партия Гражданская Платформа представляет на местах. К примеру, депутат Белгородского горсовета Андрей Маликов на своем уровне ратует за создание дополнительных правовых гарантий и налоговых преференций для микробизнеса малого и среднего предпринимательства. Амбиции партии на осенних выборах как минимум пройти в региональное законодательное собрание, а уже в следующем году занять место в Государственной Думе.